Снабжение Перевороты, какой-то комитет, закрыты газеты, в Москве танки. Да сколько же можно считать нас послушным стадом? 19, 20, 21 августа, как в ярких лучах прожектора высветили каждого из нас. Не только для других, для самих себя. Кто-то уже перестал быть рабом, а кто-то еще подзадержался. Ну это же настоящая брехня. Как-то он может. А сейчас вот эти пообещали, товарищи, надо через неделю увеличить всем зарплату. Хорошо. Поживете неделю-две спокойно. Поживете неделю? Поживете неделю? Поживете неделю? Поживете неделю молчала бы, не выходила бы, не мосправа. Ну, да, это все. Интервью нашему корреспонденту Евгению Брюханову, заместителю председателя Ярославского облсовета народных депутатов Юлиса Яковлевича Колбовского. Поживете, пожалуйста, берите. Сегодня, 20 августа, состоялось заседание президиума Ярославского областного совета народных депутатов. Президиум считает, что созданный государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР является неконституционным. Мы предложили всем советам народных депутатов, советам народных депутатов всех уровней, от сельского и поселкового до областного совета, руководствоваться в своей деятельности исключительно, я подчеркиваю, исключительно конституционными решениями и нормативными актами, принимаемыми законно избранными органами власти и управления СССР и РССР. Ярославцы вновь подтвердили, что никакие новоявленные диктаторы не получат их одобрям. И в который раз мы увидели, что из себя представляет наша авангардная и направляющая, наша ум, честь и что там еще. В провинциальной России не гремели по улицам танки, не гибли люди под колесами МБТРов, но газетные страницы запечатлели настроение тех тревожных дней. Противостояние. Печать компартии везде оказалась одноликой и зловещей. Противостояние.